По-моему, они в Китае в первую очередь его будут прокатывать. А вообще, как бы, вот в России он в феврале в конце будет выходить. Но сразу, ребята, говорю, я ответственный был только за фоны некоторые, все. Ну, как некоторые, там 80 где-то, но тем не менее. То есть все остальные спецэффекты... 80% фонов ты делал там? Ну, как фонов, то есть если есть сцена, где, ну, задник не реал снимали, да, которую нужно было подставлять, то, скорее всего, подставлял его я. Или какие-то разрушения на заднем плане, скорее всего, делал я. Там Аббер только что последний донат на 10к залетел. Ну, так, к слову, если вы смотрите там записи, мы просто решили часик по... Читать донат Аббера. Посмотреть, как закончится стрим-марафон, как бы уже пора. Осталось меньше часа, 50 с небольшим минут. Вот, а на связи БСП. Да. Рассказывает совсем мне про стример-марафон. Да. Ну, там как бы нечего сейчас... Только слушать донаты, которые... Да. Вот. А, ему больше 100к за 20 минут залетело. Как тебе такое? А я не знаю, ну, как бы... Зачем? Я не совсем понимаю просто эту тему. В смысле, зачем? То есть это, наверное, ну, менталитет зрителей. Это как фанаты футбола, скорее всего. Ну, естественно, ты сопереживаешь. Тебе, если человек проигрывает, за которого ты болеешь, как в киберспорте, то же самое. То есть ты довольно быстро погружаешься и хочешь тоже вместе с ним как бы выиграть и все дела. Я прекрасно понимаю, когда человек участвует в каком-то турнире, и ты за него болеешь. Но когда чувак просто играет, а ты просто вкидываешь деньги, чтобы он выиграл. Это странная для меня концепция, если честно. Поэтому я не понимаю этого. То есть ты не закидывал деньги, да? Абер? Нет, конечно. Зачем? Вот так. А что я от этого буду иметь? Я просто, ну, не в курсе был. Окей. Я даже Харстон-то не люблю. Было бы странно. Нет, то есть я понимаю, когда идет поддержка какого-то креатива. Вот это я понимаю. А реально, просто так, давайте, чтобы мы выиграли, поднажмем. Это не то немножко, мне кажется. Но это мое. Какой-то креатив готовишь ты. Давай, перейдем к интересному. А, в этом мы, если повезешь, да, узнаем. Ну, Миша уже просто в курсе. Эй, ну давай, ты хоть что-нибудь расскажи, пожалуйста. Расскажу, но в любом случае покажем. Это только, если повезет, в день анонса новой части «Шести ночей в Чернавском», которая называется «Семь демонологов Петра Великого». Название придумал я. Петра Великого? Серьезно? Я слышал название, что было изначально «Семь демонологов», а про Петра это... Нет, по-моему, Петра Великого было. Я просто... Ну, я тоже называл «Семь демонологов», потому что «Семь демонологов» звучит круче, чем «Семь демонологов Петра Великого». Ну, в продакшн-заставке, как бы я тебе уже рассказывал, какая сумма вошла, основная экспертовская поддержка является, скажем так, ядром этого бюджета всего. Но, тем не менее, я понял, что и когда есть бюджет, то получше идет, и покачественнее получается. То есть, я связался с композитором и с художником, которые мне готовы были помочь за определенную сумму. Вот, поэтому, ребята, это будет не так странная пиксельная заставка, которая была год назад. Тут будет все на высшем уровне. Ну, не на самом высшем. До этого мне шесть художников отказали. Ваши статей, чувак, это не пойдет такое. Там другие расценки должны быть. Вот, поэтому, ну, таком, полупрофессиональном, в общем, уровне будет. То есть, из-за качественного контента, да? Конечно, конечно. Вот, то есть, композитор музыку, в принципе, уже написал. Часть задач на мне — это записать вокал, ввиду чего приходится каждый день делать вокальные упражнения, потому что проблемы с попаданием некоторые есть. Кстати, забавно, что я начал выше, чем нужно. Вот это меня вообще расстраивает. То есть, сначала пытался дотянуться, а потом я перетянул. То есть, я не могу попасть в ноту, потому что я пою выше, чем надо. И я просто... Ну, там идет вот отрывок музыки, потом пауза, потом куплет начинается... Ой, припев начинается, и он начинается сразу, как бы, со слова. А я могу попасть в ноту, когда подтягиваю, типа, ну, когда уже слышу музыку и под музыку подстраиваюсь. Я не могу сразу вот так вот в музыку попасть. И это у меня тоже стайл. Но, ребята, будет очень, наверное, весело. Мишкир, в принципе, слышал часть уже. Да-да-да, стоит подождать обязательно, стоит обязательно посмотреть, потому что такие трансляции, во-первых, они заведомо веселые, потому что кооп, потому что много разных людей, потому что хороший юмор, и есть над чем посмеяться, есть что обыграть. Плюс еще, видите, за всем этим делом стоит видные уши, так скажем, БСП, со всеми вытекающими, со всеми другими частями тела. Нет, мой рот тогда уж, уши твои, ты же у нас слушаешь и заоцениваешь, что как, норм или нет. Ну, да, ладно, я хотел просто... Вообще, я имел в виду, что раз в год это самое главное. Да-да-да, редко, но метко. Праздник, в принципе, получается. Мы, кстати, отвлеклись от темы, мы хотели что-то подводить итоги. Да, там говорят, что у Мэдисона интересно. Я заметил, что я аудиторию у него. А, да, окей, давай, просто... Да, я не уверен, у него вообще 20 тысяч там в избранном, 7 с половиной тысяч зрителей, огромное количество подписчиков, он, безусловно, лидер. Что ты ожидал? А что ты ожидал? Что такого не будет? Ну, я просто таких цифр не видел у него, когда заходил. Ну, обычно у него онлайн поменьше, и я не обращал внимания на количество людей, которые в избранное добавили его. Ну, ладно, неважно, короче. Ну, Абер тоже молодец, сейчас рекорды ставит свои персональные. Очень круто. Давай по поводу дальше тогда коопов продолжим обсуждать. Давай, с удовольствием. С удовольствием. Потому что, во-первых, когда у тебя закончится эта игра, у меня первый вопрос. А я не знаю, я не знаю, но судя по левелу, я уже очень близко. То есть, думаю, что части 3-4 и будет уже... То есть, по сути, осталось только два шпиля захватить. И судя по левелу, ну, наверное, все-таки 24-25 будет уже ближе к концу. Хотя я могу ошибаться. В любом случае, я бросать-то не буду. Нет, ну, это понятно. Бросая в нашем дуэте я обычно, если что. 3-4 уже. Нет, я к тому, что сначала начал Пилосов Этернити, я как-то, ну, я посмотрел первую часть, понял, что нет, не для меня. И потом она как-то у тебя плавно перешла в Тиране. Ну, через... И как-то, ну, это тоже практически. У тебя, ты там, по-моему, еще один трай этого был, Dark Dungeon. Да-да-да, NG+, прошли просто, и все. Но здесь, видишь, хорошо то, что я, скорее всего, все-таки Тиране оселю с третьего трая на этом уровне сложности. Потому что... Это... Погоди, это уже трай несколько, что ли? Я думал... Да, ну, просто первый трай занял два вечера, второй трай занял два часа, а это фактически, как бы, третий и далеко вперед ушедший. Сколько уже, дюжина трансляций. Ну, девять трансляций, короче говоря, это все по третьему траю. Поэтому должно все быть хорошо. То есть, ну, если Гуф, то... Если Гуф, я забью. Это точно, потому что переходить, перечитывать я не буду уже. Поэтому надо собраться, чтобы не слиться по глупости, дойти, довести до конца и все. И перейти к следующей игре. Скорее всего, это будет Doom. Doom? О, я кстати... С ограничением до количества смертей. Ой, ну ты извращенец, на самом деле. Там... Не, он очень хороший, я надеюсь, ты там позже почекал, по-моему? Да-да-да, я пробежался пару уровней. То, как плавно и быстро все идет, это меня просто поразит. Движок прекрасный. То есть, все буквально, хочется прям лететь, но при этом и закоулки все обшаривать. Потому что там все эти collectables по всяким углам спрятаны. То есть, секретики искать тоже довольно приятно в этой игрушке. А вообще, я наткнулся недавно на эту тему на форуме интересную. Какую? У нас много интересных тем в последний месяц было. Какую из... Я буду более конкретен. Про наши коопы. Что там нам меняли, что нам надо закончить Верментайд, Хеллдайверс и прочее, прочее. Но я что-то, честно говоря... Слабенькие игры, на самом деле. Что одна, что другая. Увы. Как-то лучше посмотрим, возможно, насчет этого. Лучше тира не посмотрим, еще пять частей. Я имел заделить вторую. То есть, я просто не знаю, когда она там закончится. Ну, в смысле, когда ее закончат нормально делать. Чтобы все баги пофиксили и прочее. То есть, в идеале, просто сейчас я на выходных часть времени занят Рокетлигой и Бойничем, а часть времени деланием заставки. Но когда в декабре закончится вторая часть моего действия на выходных, то я, в принципе, за что-нибудь постримить в коопе. Так что у нас есть варианты. Это либо Дивинити, либо еще что-нибудь. Ну, так, на большее число человек, может быть. Чтобы поиселее было. Только я не помню, что у нас такое в планах, в принципе, было, что можно было запихать. Ребята, в чатике, делайте свои предложения, пока есть возможность. Сейчас Мишкиру что-нибудь предложить, потому что потом он забудет. Только не Готику, пожалуйста. Сразу. Янг Сильвер. Да какая Готика. Дивинити тоже, Алексей, 97. Вряд ли Дивинити будет, потому что БСП утомился. Да и, я думаю, третий раз игру в приблизительно таком же жанре. РПГ, изометрия, командная. После Пиларсов, после Тирании вы вообще застрелитесь. Вот я поэтому и в Думы хочу, потому что зашел, увидел драйв, услышал отличную музыку и понеслась. То есть, эта игра ненадолго, хотя челлендж, он определенный создаст. Она, в принципе, нормальная там. То есть, я... Ну, меня просто, знаешь, как-то там ты получаешь особое удовольствие от того, как ты расчленяешь пулями противников. Но почему-то я морально дольше, там, пары часов не мог в него играть. Мне хотелось остановиться. Я не знаю, почему. Там вся игра на 5 часов, если не останавливаться. Да, ну это на каком уровне сложности? На максимальном бессмертей. 5 часов, окей. Ты готов поставить что-нибудь на такое? Нет, конечно, ты что там... Плохой опыт, да, у тебя уставка? Да, я видел, во-первых, как играли другие, что один и тот же момент, там, товарищ, то ли пептар, то ли джуз, перепроходили там по 2-3 дня. То есть, вот заходили и как бы один и тот же момент перепроходили. Потом мне наш дизайнер безумный рассказывает про Doom, про то, что он там со 100 трав финального босса никак убить не может. Вот. И понятное дело, что если ты, как бы, первый раз играешь, то там просто человек в видео, он без смертей проходит. То есть, он уже знает, что делать, не умирает, у него просто чистый геймплей. А так это чистого геймплея в новом Doom'е. И вот на 4,5-5 часов, если прям ты не останавливаешься и идешь. Так, а секретики поискать нет? Ты любитель прохождения полного? Так я не буду торопиться на самом деле. Я просто говорю о том, что, как бы, сама игра... Я буду, конечно, смотреть по секретам, тем более, что там нужно же усовершенствовать оружие, насколько я понимаю, для того, чтобы... Ну, там есть челленджи еще такие, типа, тебе каждый уровень, тебе дают, допустим, 3 челленджа, которые выполняешь ты за этот уровень, тебе дают дополнительно эти очки, которые можно вкинуть туда. Плюс там сами челленджи есть. То есть, портал, который ведет в зону, где ты должен выполнить что-то за определенное количество времени. Вот. То есть, они такие мелкие темы внедрили, что, в принципе, хорошо разнообразило геймплей. Прямо... Найс. Блин, ты думаешь, вот в экшен куда уж прокачку впихивать, а вот нашли куда впихнуть, и, в принципе, найс. Еще самое забавное, что главный герой вроде синдром Гордона Фримена, но он намного эмоциональнее Фримена при этом. То есть, Фримен просто молча реагировал на все, то тут прям своими действиями главный герой показывает свое отношение к любому, там, происшедшему какому-то моменту. Я не видел этого. Ну и хорошо. Ну да, ты... Да. То есть, как без слов показать отношение главного героя к тому, что происходит. А он вообще ничего не говорит? Нет. Класс. Это стиль. Это стиль. Да, прикольно получилось, в принципе. Хорошо. А вообще, ребят, в чатике я вам имел в виду предлагать что-нибудь из коопов, а не просто Мишкиру что-то поиграть, потому что... Да, Dishonored уже второй предлагает. Ну, понятно. Кстати, смерти в челленджах не считаются, говорит Фибоначчи. Так я еще на челлендж не замахнулся. Еще не обговорили ничего, и... Может, просто для себя поставлю задачу, и все. И так далее, но я думаю, что не стоит. Так, ну, думаю, вроде поддерживают. Можно, можно, можно. Это хорошая, как бы, смена темпа будет после того, что ты стринял в последнее время. О, слушай, Витя, который слушает, может, имеет смысл рассказать о соревновании еще подробности, показать, может, карты, которые частично Савелий нарисовал. Карты? Карты, карты. Да, у нас... То есть, свою какую-то игру делаете, что ли, Витя? Нет, просто это как дополнительные условия для стримеров, которые будут участвовать в соревновании. В каком соревновании? Короче, смысл в том, что текущий формат стриммарафона, он... Что там? Я не услышал. Там Мэдисон что-то. Успомянул Майкер, у меня сразу на Майкер. Соснул хуй. Сейчас продолжаю сосать его в прямом эфире. Это... Банк. Далой первое место. Клинтон, понимаете? Я еще никогда не проигрывал. Включу твой стрим, послушаю. Я всегда выиграл. Я обыграл Манула в 2007-м. Что-то там он про соревнования рассказывает. Надо будет записи послушать. Нет, видите, у меня нет картинок. Нецензорщина вырвалась тут. Короче, смысл в чем? Для текущего стриммарафона, да, он не интересен стримерам не топовым. То есть фактически за призы могут сражаться только те, у которых большая аудитория стримеров. Это соревнования цифр, а не соревнования подготовки, какой-то импровизации твоего любимого качественного контента. Вот, поэтому возникает вопрос, каким образом сделать, ну, сделать новую активность, которая будет интересна как раз стримерам, ну, не новичкам, но тем, кто там собирает уже 50 человек, 100-150. Вот, и родилась идея, собственно, соревнования стримеров, когда… Сейчас, подожди, я тебе скину ссылочку. А скиньте, пожалуйста, ссылочку в чатик. Наверняка у кого-то есть ссылка на этот документ гугловский. Есть еще проблемы текущего стриммарафона. Ну, во-первых, в том, что непонятно, что смотреть, нет какого-то расписания, нет лимита какого-то по времени у стримеров. То есть, в принципе, можно записи крутить или там марафоны долгие устраивать. Ну, другая концепция. Поэтому пришла идея сделать следующее. Пригласить 16 стримеров, они попадают в… Наталья. Что еще раз? Я просто вспомнил другую интересную тему про концепцию подобного марафона. Окей, я тут как раз макеты, макетики предварительные. Ну, это наброски там по картам показываю на стриме. Смысл в чем? Создается сетка, 16 человек, стример против стримера. Они вытягивают некие карты, карты двух категорий, двух типов, так скажем. Первое – это что-то вроде играют они друг против друга, друг с другом, или играют, например, их команды со зрителями, ну, их он плюс команда зрителей. А вторая карта – это условия. Условия, которые делают еще более непредсказуемым то, что будет происходить. А, ну, самое главное, эти стримеры одновременно начинают транслировать. У них есть два часа для того, чтобы себя показать. То есть на одном канале ты слышишь одного второго, на втором канале ты слышишь одного второго. То есть они фактически друг к другу, так или иначе, ну, можем мы их сравнить по тем или иным, там, каким-то, как-то хоть можем их сравнить. Вот, выпадает, например, карта, что они играют в коопе и с каким-то дополнительным челленджем из серии «Читать только чат своего соперника». Вот, в результате мы получаем, ну, и каждый вечер там четыре пары играют. Каждый вечер мы получаем ситуацию, когда зритель, во-первых, знает, что будут соревноваться такие-то, такие-то, такие-то. Они, стримеры, выходят из зоны комфорта, начинают в непривычном амплуа представлять, ну, представать, потому что, ну, нетипичная среда. Они не свою игру стримят, а уже как-то пытаются, ну, в общем, понятно. Я вообще, вот я сейчас смотрю на эти карты, помимо крутых иконок, ну, над заголовком каждой книжки. Смотри, карт вообще штук 20, штук 20 карт, они прописаны вот по этой ссылочке, и карты только-только начали, в общем-то, рисовать. То есть там этих карт будет, ну, уже сейчас десятка два, и по типу, и по сложностям, ну, в смысле осложнениям. Короче, смысл какой? Идея базовая какая? Мы каким-то макаром должны стримеров друг с дружкой сравнивать, да, чтобы они делали интересный контент, чтобы они были лимитированы по времени для того, чтобы выкладывались. Понятное дело, будут призы, и оценивать это все дело будут две части. Это экспертный некий совет, в котором будут люди, обладающие авторитетом. Фомби, кстати, хочет участвовать как эксперт. Допустим, там, Фомби, Адольф, Мэдисон. То есть люди, которые имеют опыт в стриминге. Я, посмотрим, с удовольствием, кстати, поучаствую. Вот. И второе – это зрительское голосование, то есть какой-то компромисс. Потому что дело только зрительское, это значит дать возможность тем же самым более популярным товарищам выигрывать так или иначе. Вот. Для стримера эта возможность уникальная, потому что он, во-первых, имеет возможность сделать стрим не только на свою аудиторию, но и на аудиторию своего соперника, потому что они находятся в одном эфире, по сути. Причем не столь важно, что, например, стример будет несколько популярнее тебя. То есть даже если ты встретишься с человеком, имея аудиторию, например, 50 постоянных зрителей, ты встретишься с человеком, у которого 400, это, наоборот, для тебя замечательная возможность, чтобы себя как-то проявить, показать, чтобы себя другие люди услышали. Для зрителей это непредсказуемый абсолютно контент и новые амплуа уже известных стримеров. И для стримеров это еще дополнительные призы, конечно, потому что в турнире, в конце концов, будет еще награждение. Вот приблизительно, приблизительно такая концепция. Как раз задача этого сделать так, чтобы стримеры непопулярные имели возможность показать себя, рассказать о себе на большей аудитории, проявить себя как-то. И вот что ты думаешь. Я не понял систему с картами. Знаешь, почему? Система с картами нужна для того, чтобы был рандом. Так вот рандом это не есть как бы все в равных условиях. Наоборот. Они же вдвоем в этом рандоме. То есть каждой паре стримеров из одного и того же пула карты будут? Да, да, да. Или они будут кончаться? Нет, нет, нет. Карта дается на пару. И из этой колоды они на двоих как бы выбирают две карты. Там либо рандом, ну, скорее всего, рандом из первой кучи, рандом из второй кучи. То есть они в одинаковых друг с дружкой условиях находятся. Ну, условия не совсем одинаковые, если изначально один стример как бы более склонен к импровизации или там какому-то творчеству. То есть будет сеткой получается? Да, 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 сетка. Так это не марафон, это турнир такой получается? Это турнир, это и есть соревнования. Ты не слушаешь, что я говорю вообще. Я говорю, 16 человек. Они попадают в сетку, играют друг с другом по 4 матча каждый вечер. Да, это сетка, это не марафон, это другой формат. Хороший аргумент был в чатике по поводу того, что если, допустим, они стримят какую-то игру, то качество картинки тоже будет зависеть, а железо у всех разное. А, ну это да. Есть вещи, есть в принципе игры, которые так или иначе не смогут они запустить. Например, там какую-то старую игру у кого-то не получится через DOS Box, например, запустить, настроить. Это понятно. И для этого нужен будет как раз все-таки организатор-координатор, который подобные вопросы, если стримеры сами не справятся, смогут решить. Ну, например, вытянуть новую карту, если там по объективным причинам не получается, но вот именно с этой сыграть. Ну, как-то так. Ну, а это надо же как-то будет проверять. Мне говорят, вот ты должен стримить какую-нибудь старенькую там NES-игру. Я не знаю, как запускать. Я знаю, но я умышленно дезинформирую организаторов о том, что я не знаю, как это делать. Вы будете через Viewer там ходить запускать или как? Потому что по факту, допустим, я во всем остальном суперкрут, а вот старые игры я вообще не могу стримить. Да, да. Ну, на самом деле это минус твой, потому что в старых играх очень-очень много хороших. Гипотетическая ситуация. Я понимаю, да-да-да. Сколько уход нас с ними, да. Ну, будет еще возможность карты подбалансить, то есть после первого турнира станет понятно, какие зашли, какие не зашли, какое сочетание. Сапер не запускает. Слушай, там меня, судя по всему, приглашают на стрим к Мэдисону. Все-таки я считаю главным итогом то, что... Ну, я даже не знаю, что делать тебе, Миша. Ваш канал реально удивил, наверное. Давайте спросим... Нет, ну, короче, я не знаю, что там, Витя. В чем голосование, любимый. Нас и здесь неплохо, как говорится, кормят. Что думаете, зрители, уважаемые? Ну, и БСП, может, ты еще что-то не договорил по поводу соревнований стримеров? Как тебе идея? Ну, я пока, как только полностью будет концепция с картами продумана во всех аспектах, тогда уже можно будет что-то обсуждать, потому что я пока не все детали понял. То есть ты уверен, что там будет там 20 плюс карт, я пока не могу придумать там, допустим, больше 4. Так я тебе ссылочку скинул на карты, которые придумал. Там 4 написано всего лишь. Нет, в смысле, там 1, 2, 3, 4 — это 4 категории. А внутри них... Категории? Вот, к барьеру, плечом к ключу, моя стая, удача и дальше. Стримеры друг против друга. И что оценивать тогда? Мастерство стримеров? Нет, дело не в... Оценивать вообще — это другая ситуация. Задача карт — именно сделать так, чтобы всегда был некий уникальный случайный формат встречи. Вот. Даже если человек какой-нибудь проиграет в дуэли, не факт, что он проиграет как стример. Это всего лишь площадка какая-то, некие условия. Я уверен, что можно, например, там, играя в... Проигрывая Happy Warcraft, все равно проявить себя так, что, ну, как бы тебя... За тебя больше проголосуют. Ну, то есть, неважно, какие будут условия изначальные. Их нужно просто принять, подстроиться и... Я даже не могу представить ситуацию просто, при которой я проигрываю Happy Warcraft, и за меня больше голосуют. Ну, почему? Ты можешь проигрывать так, что просто какие-то фановые страты, там, затауриться, или, наоборот, пытаться Happy во время игры как-то разболтать, отвлечь его, там... Ну, в общем, неважно. Главное, что... Вы в одном эфире, понимаешь? Вы как бы вместе, и это возможность для вас, там, в диалоге, в каких-то спорах проявить на аудиторию. Окей. Ну, да, это надо будет, в общем, смотреть на месте, что называется. У меня вроде фантазия хорошая, но настолько оригинальной концепции нового турнира я не ждал, если честно. Я думал, тот будет именно так, как описывалось в интересной теме на форуме. В какой-нибудь... Ну, по поводу прайм-таймовской аналогии. А, нет. Ну, на самом деле, мы, скорее всего, сохраним текущий стрим-марафон, исправив проблемы с записями и добавив еще клипы. Кстати, клипы тестируем уже, чтобы можно было делать нарезочки, еженедельные обзоры с наиболее интересными моментами. А вот как раз соревнование стримеров будет независимым от стрим-марафона событием, потому что, с одной стороны, стрим-марафон по цифрам хорош, очень хорош, и по новым пользователям, и по подпискам, регистрациям, по всем показателям. То есть он окупился уже. Вот. А с другой стороны, есть понимание, что стрим-марафон интересен только топом. Ну, вроде как топов и надо привлекать, но хочется сделать так, чтобы стримеры, которые пока еще не забрались так высоко, могли себя в какой-то движухе проявить. И вот, собственно, если у вас какая-то идея возникает во время прослушивания, напишите, пожалуйста, письмо на micersobakgoodgame.ru. Может, корректировки какие-то будут, потому что это все еще сейчас собирается вместе. Я хочу, пока не забыл, на эксперта сказать, я не знаю, пока не... не знаю, как с твоей идеей быть, потому что вроде как это нужно в челлендже выносить, в некий отдельный раздел. И пока... пока никак. А какие ограничения, кстати, будут вообще по этим... Потому что, знаешь, типа не хотелось бы видеть там какое-нибудь соревнование стримеров по чату-рулету и вот это вот все добро. Или это как бы не ограничивает? Слушай, это же картами ограничивается и все. Надеюсь, такое туда не будете включать? Ну, такого там нет. Пока. Там есть косплей. Вот это... Вот это может... Косплей? Да, да, да. Стримеры выбирают друг другу образы, в котором они будут стримить. Вот такое условие усложнения. Там много разных условий, посмотри. Сейчас, погоди. Давайте реально прочитаем все, что... Да, если будут еще идеи по условиям, тоже пишите. Мандичу отдельный привет, кстати. Да, привет непрофессионалу. Вот-вот. Хав хочет соревнования стримеров по тянкам. Как он себе представляет это? Какое условие должно быть? Моя стая стримера собирает команду. А собирают? Правильно написано? Это не важно. Забей. Это... В том числе и... Да, писали разные люди, короче. Стример собирает команду из своих зрителей и играет друг против друга. Моя удача. Каждый стример выбирает случайную игру в стиме и HTTP, двоеточие, два слэша. Ну, понятно, я не знаю, что это такое. Не мой выбор. Стримеры выбирают игру для прохождения друг к другу. Социальное питание. Что? Обязательные условия. Есть на стриме и рассказывать про это. О, боже мой. Да, да. Программы с маг нас ждут на бутгейме. Почему нет? Качественный контент. Только не игровой контент, рисование. А почему это только не игровой контент? Это неправильное название, это Витя минус. Спринт. Прохождение одной и той же сингла обоими стримерами на скорость. И взять какой-нибудь супердолгую прям. Не, почему? Какой-нибудь Марио. И побежали. Не-не-не, тогда японская Марио, которая. Сайбон. Она же дикая вообще. Я ее прошел с минус 272 жизнями. Ладно, не будем об этом. Свой среди чужих стример должен читать только чат противника. А в чем смысл? Они играют в разные игры и читают разный чат? Не-не-не, там некоторые карты друг с дружкой не сочетаются. Ну, короче, это просто считай как усложнение, без привязки. А это не будет такого, что зритель просто с одного стрима будет переходить на другой и писать в чат своему стримеру, которого он смотрит? Да, но не все. И это вообще начнется балаган тогда, представляете? Да. Я просто не читал чат и все в таком случае. Или это типа ограничение будет? Ты должен читать чат. Ну, опять же, будет субъективно оцениваться, чтобы веселее было. Зачем это, чтобы веселее? Смотри, ну, блин, я играю, я смотрю за своим чатом, и мне обычно что-то пишут. Тут вдруг мне выпадает карта, я должен читать чат своего типа оппонента, которому пишут свои люди вообще на свои тематики. И мне эти сообщения абсолютно несполезны и никак не соотносятся с тем, что у меня на экране. В чем смысл тогда получается этой карты? Согласен. Согласен. Вычеркиваем. Рейтинговый трэш, игра с самым низким рейтингом в Стиме. Ой, Фомби издевается. Ну, хорошая идея, кстати. Не, я уже могу у тебя скинуть это. Ребята, вбейте инвестигейтор трэнинг в Стиме. Вы сразу поймете, о чем. И кто смотрел эту запись, респект, ребята. Так, продолжаем. А на чем мы остановились? Что ты считал вообще? Я ничего не считал. Честная игра. Честная. Слово честен. Честная, да. В случае поражения одного участника, заработок его переходит к победителю. В смысле, в реальной жизни? Да. Не, ну это как бы да, ладно. Безумие в чате. Пользователи могут ставить только смайлики. Ну, это ад. Полезная, на самом деле, карта. Это просто спам, флейм, смайл. Все или ничего. Ну, давай оценку сразу своим выставляющим. Ставится цель. Если какой-либо из стримеров не достигает, он автоматически получает поражение. Это очень субъективная тема, на самом деле. То есть, цель ставят судьи. То есть, они обсуждают и говорят, допустим, ты должен за 10 минут пройти вот эту локацию в этой игре. Такая, допустим, цель? Да, например, так. А игру выбирает сам стример или пользователь, или судьи? Потому что если выбирать судьи, то это сразу минус. Потому что я могу вообще не шарить в этой игре, и этот челлендж для меня бессмысленный будет. То есть, реально, получается, нужно выбирать ту игру или тот игровой жанр, в котором я предисположен. Да. Где я могу, как бы, посоревноваться. Иначе это, ну, бессмысленно получается. Тема стрима ретро, это понятно. Пацаны сразу подхватили тему со смайликами. На самом деле, это имеет смысл, потому что даже смайликами можно выражать последовательность действий, эмоций и прочее, что на форуме неоднократно в темах показывалось, если помнишь там всякие... Ну, в общем, да. Я не знаю, ну, представь себе, что, допустим, это был стрим, да, по шести ночей, это просто пеки сплошные и все. Почему? Потому что... Ну, смайликов огромное количество. Там привидение какое-нибудь, котик, уходи. Или там... Да нет, много образов. Ты что, каблук? Каблук был бы очень популярен. Ну, не знаю, я скептически отношусь к only smile. Хорошо. Ну, как бы, мое мнение, да. Дальше темы по жанрам идут, в общем-то, и это на этом все. Если будет идея по картам какие-то, каким-то тоже пишите, звоните. Деньги будут, присылайте. Куда звонить, можно уточнить? Да. Куда? Определить, шарить за это или нет, это же необъективно будет. Так в том-то и дело, что рейтинг будет... Ну, то есть решение будет комплексным. Это и, типа, авторитетный совет судьям, эксперты по качественному контенту будут принимать решение, плюс зрительские голоса. Поэтому абсолютной объективности не может быть и не будет никогда. Но так хотя бы компромисс будет между аудиторией и некими... То есть судей нечетное число будет, или? Что еще раз? Нечетное число. Судить, да, должно быть... Хотя необязательно. То есть... Ну да, скорее нечетное число. Окей. Так, ну что там еще дальше решать, кто выиграл, кто выиграл бы. Коллеги 3 делить на 5. Судя выбирается популярных стримеров. Блин, кто-то очень торопился, когда писал это. Это обычное состояние в офисе. А, после двух поражений зрители своем голосовании могут доставить... А, кстати, вот еще второй вопрос. А сколько вообще туров получается? Вот они все... Ну, если не 16 получается, и по 4 матча каждый вечер считается довольно просто. То есть в одну неделю можно все провести от и до. Это, кстати, еще один... Не, не, один с одним. Один раз играет. А, два часа. Два часа. Ну, просто написано после двух поражений. Что значит двух поражений? Или он типа тропается вниз. Что ты читаешь? После двух поражений зрители своем голосовании могут доставить кандидата. Это, скорее всего, Double Elimination сетка была. Но не факт, что мы с нее начнем. Короче, забей. Это... Что же будет, получается? Это... Сетка лузеров еще будет? Вряд ли. На первом не будет. О, там забанили кого-то. Непрофессиональный стример пишет. Нужны хранители или тописцы ДГГ, те, кто имеет право выносить решения? Это должны быть люди взрослые с одним-двумя вышками. Или это половина вышки, подожди. Но не доучился уже, но вошел работать. Да, это третий курс. Да. То есть обычный рядовой зритель ДГГ. А про что он писал вообще? Я что-то не понял, про что речь идет. Можно я буду адвокатом на этих стримах. Адвокат. Адвокат. Молодым только, если адвокатом. Так, там трэш творится, но тем более-то не хочется. Руф, а что-то это самое. Мне вот не нравится это. А я помню этого пользователя. Да, он неплохой, но просто он провоцирует. А с и два? Не важно. Изменил традиции как-то себе. Короче, осталось меньше 20 минут. Скоро это безобразие закончится. Мы, повторюсь, новый стрим-марафон он будет. Скорее всего, он начнется в декабре. С точно свыше повышенным призовым фондом. Но, соответственно, как минимум со справленными темами по видеозаписям. И подготовимся получше в плане тех же самых клипов. Заставки нужны? Заставочки кому нужны? Вам. Да, да, очень нужны заставки от профессионалов. Песни, задники, вот все это дело. На самом деле, было бы хорошо найти точки соприкосновения с твоей профессиональной деятельностью. Ну, просто участвовать вряд ли мне не хватит времени. Я знаю, ты занятой. Просто чисто по фану посмотреть пару разов, зайти. Да, можно было. Молодой адвокат проспит весь марафон. Кто? Молодой адвокат проспит весь марафон. Потому что сначала встал, проснулся, поел омлет, поработал 15 минут, попил чаю и спать. Это классический день Сергея молодого адвоката из «От конца и дальше». Для тех, кто не в танке. Мантич, счастливо. Мантич, да. Заходи почаще. Да, да, давайте. Заходи. О, ледокол еще здесь. Сколько знакомых никнеймов. Спасибо, что пришли. Сейчас мы должны пережить. Ты будешь удивлен, когда ты откроешь людей в чатике, и ты увидишь много знакомых. Локи 7, Фибоначо, ледокол, то самое. Забаненный Руф Х2. Он все еще в чате. Просто, Руф, я объясню. Даже как бы они себя не вели, это не дает тебе права их оскорблять. То есть это только спровоцирует. А вообще я смотрю на главную страницу и вижу ад. Потому что... Я тоже хочу увидеть ад. Но ты это увидишь в Думе еще? Да. А что такое? Куда смотреть? Да, просто много зрителей на каналах. Очень много зрителей. А, ты имеешь в виду 8, 3, 2? Да, да. Нормально к успеху идем. Давай еще. Да, неплохо. Ну, в принципе, я говорил об этом на трансляции, меняемся к лучшему. Повторю, к сожалению, к сожалению, те задачи, которые перед текущим стрим-марафоном ставились, они выполнены. Потому что по ключевым показателям мы там все дошли. И активность текущих стримеров увеличилась, новые лица на сайте появились, слишком много движухи, перегибы. Но это первый опыт, мы выводы сделаем и текущую схему поменяем. Мы еще дополним дополнительной активностью для тех людей, для тех стримеров, которые не профессионалы, так скажем. Не, оно правильно в любом случае говорить, что типа, а, нет, все полное охрене, и давайте не будем никогда больше таким заниматься. Это неправильный подход к делу, а правильно именно посмотреть, где же мы ошиблись, как же поменять. А то сегодня, видел, кстати, на работе, нам в чатик скидывали такую какую-то, знаешь, тему, таблица, типа, слева, как нормальный человек должен реагировать на какие-то события, ну, профессиональной деятельности и как, какой-нибудь неадекватный. То есть, первое, ммм, не получилось, что же я сделал не так? И неадекватный вариант, не получилось, ммм, на кого бы свалить? Да. Ну, все в таком духе. Поэтому пофиг, ладно, первые трои реально уж, я думаю, ребята переживут. А в любом случае, небольшой процент, я думаю, тех, кто пришел извне, останется. Да, да. Если вспоминать шлейф, ну, то есть, прошлый такой всплеск по новой аудитории, который был связан тоже с приходом Мэдисона, там он месяца 4-5 оставался, ну, и где-то 15% пользователей осталось, ну, так по графику, если посмотреть, приблизительно. Так что утверждение о том, что вот сейчас закончится все, они свалят, это неправда, потому что часть точно из них останется. И, учитывая то, что победители получают беспроцентную партнерку, блин, Амбер беспроцентную партнерку получает. Неожиданно! Бомба! А он, а, как бы, а до этого весь донат шел через проценты же, правильно? Ну да, мы брали 10% там или 16, если скажешь. Сейчас, смотри, смотри, сейчас все стрелялись фанаты, потом выдастим беспроцентную, но фанаты уже на мели, они уже не могут его поддерживать. А, да, 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 схема, схема, схема. Все отлично! Вообще, не продумал Амбер до конца плана. Не продумал. Надо было оставить, когда вот беспроцентную получит тогда, как бы. А, нет, погоди, без этого он тогда бы не попал в топ-3, да? Да, я просто понял, что партнерку только за топ-3 давали. Так, а есть стагнация по аудитории за ближайшие 2 дня? Стагнации по аудитории? Нет, никакой стагнации нет. На самом деле было весело, по крайней мере, оживился форум. Да, форум слишком стал живой. Я, блин, один день зашел, а там куча тем на китайском или корейском. Я давай их удалять. Я удаляю, 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 а потом через 10 минут, бах, снова 20 тем. Я думаю, не, ладно, все, пусть модерация этим занимается лучше. Это кошмар какой. А вы и так, я думал, у нас же была тема, что типа после регистрации нельзя сразу тему создавать. Да, есть, ну, там карантин есть. Но, кажется, он сейчас на нуле стоит, мы просто не хотим создавать. Понимаешь, такие вещи происходят очень редко. Зачем создавать искусственные преграды новым пользователям? Ограничения какие-то по созданию тем или написанию в чат из-за одного дебила. Создание тем можно создать, потому что, ну, вменяемый пользователь не будет создавать 10 тем за минуту. Это да, ограничения такого рода надо сделать. Ну, это логично и это отложится, потому что сейчас более важные задачи есть с хорошими, интересными. Окей, а когда пофиксите, что превью запускается, когда я мышки навожу на него, а другое окно активно при этом? Это актуальный вопрос, я его задаю уже полгода. Полгода? Учитывая то, что сайт стартанул, как бы... Я знал, что будет такая ошибка, я начал вопрос задавать заранее. Не знаю, Абер уже на втором месте, да ладно? Абер топ-2? А зачем ему топ-2? Ему и топ-3, ему главное же партнерка нулевая и все. Все будет отлично. Как сайт вообще загружается, я в шоке. Как он живет? Ну, я говорю, после этого уже месяц Харстоун смотреть не будут, наверное. Да, реально второе место. Да, я боюсь, ребята, второе место, да уже есть. Топ-2, говорит Локи, ясно. Микрофон похуже, это я у Мишкира в скайпе как-то по-дурацки, по-моему, скорее всего. Отображаясь, потому что у меня микрофон такой же, как у Майкера. А мне почему-то не было весело посреди векового срача, где полный надушистый картежник спорит с другим. Только, я думаю, что вопрос восприятий исключительно. То есть я, многие накосячили, когда пошла движуха, проявлялись и с той, и с другой стороны. Но мы все-таки это пережили с вами. Ты про темы на форуме? Да, 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 про вот этот вот негатив. Но он ожидался, потому что у нас, пацаны, как бы приходит кто-то, кто к нам пришел. Вспомни доту и лол противостояния в комментариях. Любой киберфайт про плей, дота варкрафт, любая группа, ну, причастность человека к определенной группе людей. И когда кто-то новый приходит, это сразу негатив. Потому что в чужой монастырь, как говорится... Я могу поделиться, скажем так, методикой, как, ребята, если вы хотите доказать свою точку зрения кому-то, кто не прав в интернете, и как сделать это без вреда для всех. Давай, рассказывай. У меня просто был случай, вот мы когда приглашали этого астрофизика к нам на Good Game Live, и, в принципе, вроде пользователи были довольны, но потом на YouTube мне там комментарии от ученых, назовем их, так посыпались, что типа, вот вы вообще там ни о чем, вопросы идиотские, вы сами не очень. И я написал им очень такой длинный детальный пост, а теперь самый главный секрет, потом вы, ну, встанете курсор в поле для ввода, жмете Ctrl-A и Backspace, и все. И вы как бы выговорились вроде, потому что вы написали очень много, эмоционально делались, но вы это не отправили, потому что это нафиг никому не нужно, ваше мнение там. И это отличное решение. В скайпе то же самое периодически, то есть ты пишешь человеку, например, ну, 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 прям, а потом удаляешь, но уже как бы легче, потому что как бы выговорился. Не, на самом деле, тема работает, ребят, попробуйте как-нибудь, это, 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 это найс. Пеки пошли. Пеки пошли, да, там сайт еле открывается, у кого-то лег, поэтому я не буду обновлять страницу, мне так хорошо, участие работает, и все. Щабер до топ-1, да нет, ему нет смысла до топ-1 уходить, все, все хорошо. Ну, в общем, еще раз результаты, уважаемые, под занавес. Активность увеличилась, увеличилась, новые стримеры пришли, пришли, сами стримеры заработали хорошо, портал от этого выиграл. Проблемы известны, проблемы исправим, и изменением в текущий стрим-марафон, и созданием новой активности. Спасибо за то, что отнеслись с пониманием к возможным проблемам, ну, с теми же самыми записями, потому что менять в середине правила, которые до этого согласовали, было бы, наверное, еще большей ошибкой, чем, вот. Там больше на совести стримеров, в принципе, и это на логике зрителя, если ты видишь, что это запись, она тебе как бы неинтересна, не смотри ее, и все. В том-то и дело, что практика показала, что смотреть одну и ту же запись, находясь с другими такими людьми в чате, это интереснее, чем просто смотреть запись, потому что, как бы, есть еще живое общение, обсуждение и прочее. Ну, запись ты можешь остановить и перемотать, а если она live, в любом случае, не можешь. Ну, это минус, конечно, но практика показала, что записи в таком формате не нужны. Мы их не будем запрещать, но, скорее всего, просто сделаем категорию, типа, это запись, и в рейтинг оно считаться не будет, для того, чтобы стримеры, кто зрители, ну, чьи зрители привыкли. А, интерактив должен быть. Что еще раз? Интерактив должен быть, лайвовский. Да-да-да, человек должен присутствовать на трансляции для того, чтобы, как бы, да, хоть храпеть, хотя храпеть, это уже... Не-не-не, это тоже особо ума не нужно. Думаешь? Я вот не могу специально похрапеть. Это дефект должен горта не быть, или носоглотки, из-за чего там происходит. Ясно. Нам нужен биолог на стрим срочно. Ты какой-то уставший, печальный, чё это? Да я в последнее время такой, потому что, потому что у нас на работе интересно. Приезжаю в гости, кстати. Ой, как только как странно. VR-чик есть. VR-чик есть? Да, VR-чик, футбольчик. Это телефон, который туда вставляется? Нет, нет, который PlayStation. У-у-у, я не знаю даже, но можно попробовать на новогодних праздниках, если там гонишь. Это вопрос буквально тысячи рублей. Ты из Москвы на Победе долетишь вообще изи. Я не люблю летать. Ну, значит, придется на плацкарте за 1600. Серьезно. Спасибо, Михаил, за марафон был интересный месяц. Ну, движухи действительно было много, и контента было больше, чем обычно. Поэтому, думаю, в конце концов, большинство зрителей осталось в выигрыше. И стримеры тоже вроде довольны. Вот надо встряхивать периодически какими-то акциями, и думаю, что нужно делать их больше и больше. А ты приезжай. Смотри, больше и больше — это тоже как бы чревато. Ну, для разных задач, так скажем. Кто там в скайпе? Скайпе Майкер. Кто в скайпе? Где в скайпе? Да, я в скайпе. О, Леша, Леша что-то пишет. Внутренний голос. Что? Я не специально, говорит Абер. Конечно, конечно. Короче, понятно. Не специально. Я просто в конфе ключевых написал, что, мол, это самый Абер, не принимай донат. В конце Абер говорит, я не специально. А есть такая опция — можно не принимать донат? К сожалению, нет такой опции. Тогда 100% выходит в гудгейм. Вот это был бы, конечно, финансовый поворот хитрый. Ну что, пять минут продержаться. Давай. Мы как перед Новым годом, знаешь, когда на голубом огоньке там просто все либо поют, либо какие-то шутки травят, вспоминают что-то, анекдоты рассказывают. Ой, что-то мне тут телефон... Но у нас не так весело. Ты мне звонишь или что, Виктор? Конечно. Я люблю разговаривать с человеком по скайпу и по телефону одновременно. Миссию знает толк в извращениях, да? Конечно. Уи, уи, уи. Ауи. Вот. И опять же, если у вас есть какой-то фидбэк или по-новому, или по-текущему, там, по второму сезону стрим-марафона, вы пишите постоянно там. Или создавайте тему на форуме, отписывайтесь. Мы вообще все читаем. Абсолютно все. Отписывайтесь. Подписывайтесь, подписывайтесь. Упугающее слово. Кстати, какой объем вообще входящих у тебя по предложениям на почту? Майкерсобака.гудгейм.ру? Много вообще. Обычно около 20 писем суммарно вообще за день приходят. То есть посильно прочитать все? Конечно, конечно. Почта — это не основной источник информации. Это форум основной источник? Да, скорее всего, комментарий. Полезный информат. В принципе, комментарий, комментарии, личные сообщения, скайп. Скайп топ-1 вообще. Ой, вот. По входящим. По входящим может быть, но по прочитанным нет. По прочитанным тоже топ-1, я все читаю в скайпе. Кроме двух конференций, это флуд конфа. А, трех конференций. Редакторов, БСП. Нет-нет-нет. Модераторская флуд конфа. Я сейчас на это смотрю. И редакторская. Ну, я как вспомнил, как меня прав лишили. Я просто такой, ааа, за что? Ну, потом вроде как бы у меня Дима объяснил, что там фишка была. Да там массово снимали из-за инцидента одного. Да, я понял. Но просто, чтобы на своем канале... Не расстраивайся. Не, по поводу модераторских прав, черт с ним. Я в основном не модерил ни черта. Мне бы мои права на моем канале нужны были просто... Все-таки многие стримеры, которые даже не близко в топ-10, выдали много интересных стримов, кейсов. Так вот для этого и соревнования нужно. Для того, чтобы... Для этого у Бонни еще была идея сделать рубрику, где мы заходим на стримеры к тем, которые на третьих, четвертых страницах и ниже, и смотрим, что мы там делаем. Адольф так делал? Да, конечно. Ту-ту-туу. Но все гениальные идеи... Мы же только перенимаем Все гениальные идеи когда-то были до нас придуманы Адольфом Что это было сейчас? Ну я зевал, потягивался И соглашался Я просто не так услышал, видимо То самое, у вас там много флудов в флуд конфе Вы что, с ума сошли? Вот у меня и в флуд конфе Непрочитанных сейчас Кстати, не так много, 230 всего У меня конец ноября Гудгейм нещадно лагал, держись, Гулливерза Все будет хорошо, мы работаем В этом направлении, поверь У меня сегодня Гудгейм немножко лагал, именно плеер То есть он просто как бы Звук шел, а изображение что-то фризило Окей, ясно Полезная информация Да-да-да, нет, она действительно полезная Действительно полезная, но я тебе ничего не могу на это пока ответить Так надо, короче Держись, все будет хорошо Специальные технологии космические КГ-консерватор Да, потом будет еще один конкурс Когда мы вернем ГГ на табличный сайт И будем стримить А, кстати, это еще один вариант карты Я могу вам предложить Это стримить в стиле OldGG Когда нет чатика, а просто в комментарии отправляют пользователи сообщения А ты каждые 10 минут устанавливаешься и зачитываешь комментарии Слушай, все, надо заканчивать уже Смотри, 30 секунд осталось 30 секунд 30 секунд Ну давай, как речь президента теперь Дорогие Уранцы Гудгеймовцы Гудгеймовцы, но быстро Текст Текст Что? Что? Я не готов Вообще мы поздравление новогоднее записываем В ноябре Ой, точно, ноябре Живешки-матрешки Конец ноября Завтра 1 декабря Короче, все А почему 30 секунд? У меня 2 минуты показывает на часах Еще одна минута Потому что не синхронизировано Напариваешь Давай time Нет А сколько еще Сейчас Сейчас Карточка борьба за любовь донатеров Т20 онлайн Последняя с активностью Я предлагаю просто карточка борьба за любовь и все А что? Садим любовь Просто название тебе понравилось карточки? Конечно Борьба за любовь Любовь так из большой буквы Любовь И такая выходит Игорь Николаев Выходит Да-да-да Кстати, он нынче такой толстенький, блин, прям Ну, значит, у него все точно хорошо Он только не только пил за любовь, но и ел за любовь себе по всему Беспощадно Я устал, я ухожу Хорошо, Бомбермен? Мы поймем и простим вас А на ваше место назначим молодого 39-летнего перспективного КГБшника Ой, о чем это я? Абер третье место? Стоп Ты уверен? Практически не загружается Ну да, мне сказали Bad gateway А, ну Раз тебе сказали, но это Инфо-соточка же Не, возможно, сейчас зрители Мэдисона решили Не, не получится Уже все Уже последние секунды и до свидания У меня 0-0 уже Там дичь, конечно, ведет У Абера 4000 А вы могли бы просто зафризить счетчик-то? Он зафризится по таймеру в 0-0-0 сам Так что все Окей Это продумали Вообще красавцы Ну что ж, в результате можно смело уже подвести Нифига себе, Илья Мэдисон набрал больше 100 тысяч очков рейтинга На втором месте А в рубли это как конвертируется? Это не конвертируется в рубли? Ну хотя нет, конвертируется в рубли Можно пересчитать, наверное, как-то по-среднему Короче, на втором месте Канал ГГБойз На третьем Джи-джи-джи-ге-ге На третьем Абер Все-таки ворвался в топ-3 На четвертом Броу и Нюк Тоже такой совместный канал Двух или даже больше там стримеров было С рейтингом 63 тысячи В общем, разрыв между первым местом и вторым Колоссальный в 30 тысяч А вот Второе, третье, третье, четвертое Совсем-совсем Небольшой Небольшой Там буквально 1400 между вторым и третьим И порядка И на 115 месте БСП Еееее Зачет Молодец Молодец Ждем тебя на соревновании стримеров Там как раз мелкие будут соревноваться Я не приду на мелкие соревнования Слишком мелко Надо поглубже Глубже Че там про то 75 кто занял-то Да Сейчас, подождите Надо зайти Действительно на странице всего рейтинга Если мне откроется А то 75? А что такое? Да, и кстати С четвертого по десятое место Будет еще тысяча премиумов Выделено В течение завтрашнего дня Которые стримеры смогут Разыграть среди Ну или как-то раздать Разыграть Тысяча? Тысяча На всех десятерых Или на одного? С четвертого по десятый На шесть человек А, окей Я думал на каждого То есть такой аудитории у чувака может не быть Да, да, да Нет, там ключики такие Но они как бы стоят То есть это 79 тысяч рублей фактически 60, которые стримером уходят Поэтому Как-то так Ребята, будем соревноваться Хадзу Участие Нет, мы будем соревноваться по заставкам Кто сделает самую крутую заставку Для шести ночей в Чернавском Зачем он сюда уже есть? Ну, она еще Нет ее Я еще и делаю А, то есть Ты себе уже приз хочешь или что? Конечно Что за схемы такие? Левые У нас будет третий Стример-марафон Стример? Стример-марафон С одним участником В общем Пятое место Поми Шестое Зерк ТВ Седьмое Фомби Восьмое Хэппи Девятое Джуз И десятое Аллат Собственно, поздравляем тех людей, которые Ну, в принципе, благодарим всех за участие в марафоне Поздравляем тех, кто ворвался в десятку Отдельно поздравляем тех, кто занял топ-3 Они получают солидный денежный приз В сто пятьдесят Семь тысяч рублей Нет, сто пятьдесят Сто и пятьдесят тысяч рублей Плюс Нулевая партнерка на Гудгейме на год То есть, все, что с премов То, что с донатов Все, что с рекламы Все идет стримеру Без Без процентов Сколько? Разорите вы меня На год? На год Понимаешь? На год На год Как бы это... Понимаешь? Понимаешь? Целестный план А на год этот? Потому что он кончается Двенадцать месяцев, алло Ты ищешь уже такие уловки В формулировке На год На целый год Две тысячи садцатый Приписка такая маленькая Внизу мелким шрифтом Да, да, да Так что читайте Пользовательские соглашения, ребята Особенно стримеры А у вас было Пользовательские соглашения Со стримерами, кстати? Потому что если не было Вы никому ничего не должны Нет, мы так не поступаем Хорош Ты меня это самое В разные стороны шатаешь Не надо... Я люблю шатать Я шатун Так, хорошо Все вроде бы Надо в Леше позвонить Давай я Абверу позвоню С моего телефона? У меня твой телефон есть Я могу в любой момент С него позвонить Так что как бы Мне не нужно спрашивать Разрешение Позвоню с твоего телефона Спасибо большое тебе Беспо за то, что скрасил одиночество Я пойду Почесть чемпиона Это пугающе звучит Но все равно пожалуйста Всем спасибо Пока, Миша Счастливо Счастливо Хорошо, пока Леша Леша Алло А, погоди Слушай, у меня такой замечательный был план Думаю, ну вот сейчас Мэдисон выиграет Два еще товарища их выиграют Они свалят И все И мне не нужна беспроцентная партнерка Я поздравляю тебя с тем, что ты получил Гад Беспроцентную партнерку на ГГ на год Что ты об этом думаешь? Спасибо, Михаил Не тянешь, откровенно говоря, на первое место Ну тут согласен Мэдисон заслужен на топ-1 Да Вообще Вот Ноль претензий Он сделал этот конкурс Русбрейн и Мэдисон На самом деле топ-1 и топ-2 по праву А, кстати Русбрейн-то не это самое Тысячу-то долларов в дополнительном челлендже Ты все-таки остался в топ-3? Ну да Ему придется кому-то там отдать, кто спорил Но он не обеднеет, он человек богатый Да, было за первое место Привет Привет, привет Как у вас там дела? Все хорошо Чатики везде не работают, ребята, на всем гудгейминг У тебя, я думаю, тоже все хорошо Да, я могу гудгейм-песлить Работает, все отлично Просто не повезло Там просто дедос еще, кажется, прилетел Да, у меня вроде как еще твич дедосит напрямую И ничего страшного Главное, что система до конца практически по трансляции Работала Пошел чатик И мы пережили этот апокалипсис Ох, там Алиса развлекается У меня пополам красные сообщения в чатике И обычные Я вижу вас, ребята, в чатике, не переживайте Ну что, Михаил? Ну, я не знаю, что еще сказать Во-первых, может, у тебя есть какие-то пожелания по марафону Учитывая то, что в следующий раз мы с записями, как ты, наверное, слышал уже кое-что исправим То есть вы возьмете мое предложение от 4-го числа этого предыдущего месяца Так, понимаешь, мы же не могли в начале или в середине месяца взять и сказать Извините, мы решили изменить правила Да могли, мы же с Пами были согласны Мои главные крутители же были Миш, а как ты относишься к тому, что Ну, это на самом деле очень жестко Когда какой-то супертоповый чувак Я понимаю, тебе это профит Но ты считаешь, это здоровая конкуренция? Конечно Ну, учитывая то, что мы правилами не оговаривали, что только стримеры ГГ могут принимать участие И одной из задач стрим-марафона было как раз привлечь новых стримеров То, да, это вполне логичный шаг, на который мы, в общем-то, и нацеливались Но для того, чтобы... Я повторюсь, что для тех людей, которые не топовые И которые не метят там в топ-3, в топ-5 Мы сейчас делаем, планируем, разрабатываем дополнительное соревнование Которое должно как раз вот для... больше для своих решать Ну, короче, увидите, услышите Я понимаю опасения, но задачи были именно такие Прости Не, на самом деле, по-моему, все довольны остались Ну, только много пожаров на форуме, потому что все же за своих болеют, переживают И такие столкновения комьюнити Ну, как с этими, с бельчатами было в свое время Когда ютуберы приходят какие-нибудь А мы тут все такие особенные, независимые И очень-очень ревностно защищаем гудгейм православный От поползновений извне Вот, но надо просто смириться с тем, что есть разные вкусы Разные зрители, разные аудитории у стримеров И как-то нужно просто понимать, что... Ну, специально вы не будете приглашать какого-то клевого чувака Типа, смотри, у нас тут есть Не, мы, в общем-то, приглашаем специально Информацию доносим, да Вот Ну, как у вас дела? Какая грязь на всех чатиках? Сколько... Да, у нас там развлекаются Я смотрю в шоке просто на вас чат Добрые, милые Создания А заходи лучше в наш Там прям ни одного бана нет Да, ну если я сейчас зайду в ваш Не, не заходи, все-все-все, порушишь Действительно порушишь всю систему Давай лучше в своем посижу Да Собота нет проблем Да пусть развлекаются сегодня Я на самом деле очень надеюсь, что часть людей, которая пришла там от того же Мэда, она останется, ассимилируется, станет нормальными бобрами Конечно, мне сегодня несколько человек донатили тех, кто с Мэдисоном пришел Во-первых, после прошлого прихода люди остались Об этом уже говорил Можно встретить там в чатиках, что а я тут на гудгейме после там такого-то события То есть какая-то часть аудитории действительно останется И это очень хорошо для тех стримеров, которые здесь на постоянку находятся Вот, поэтому в любом случае движуха-то вроде хорошая получилась Мне тут предлагается с победителем связаться Илёш, ты меня простишь, если я попробую Конечно, я послушаю Спасибо, Михаил, давай Да, тебе спасибо Будем на партнерку работать всем офисом тебе Беспроцентно Ну я вам поесть куплю Спасибо Пока Пока Или не идти Или идти Давно мы с Мэдисоном не общались Не, надо поздравить Поехали Артемьев 007 активировал премиум на ваш канал Спасибо, Артемьев В самое время активировать премиум Короля в чат Да, да, да Так, мне бы узнать Если он не останется, можно ли его партнерку передать Следующему товарищу Хотя, блин, там ГГБойс А, неважно По правилам Он может это сделать В принципе Если откажется, то Мы можем передать Замечание по сайту Потому что он пришел Он видел сайт до Перехода на новую версию И после Но он офлайн в скайпе Судя по всему Что ему написать ЛС Попробуем Может сайт Да, сайт Переотпустил А, он звонит уже Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер, Михаил Ну, я звонил для того, чтобы поздравить вас и вашу аудиторию Уважаемый Илья С победой Огромное спасибо Приятно слышать Сейчас, секунду У меня Тут включены Приглашения у друзей В этом скайпе Я выключу звуки Да Огромное спасибо Приятно слышать Это от одного из основоположников Так сказать Стримерства И стримерских Игровых Вообще Киберспортивных порталов В России Я Просто Ну Рад Потому что Буквально за несколько минут До конца Я был полностью разбит Мы уже Признали Поражение Были полностью расстроены На финишной черте Когда Смогли все-таки Еле-еле оторвались Да Ну там 300 очков Второе место Ребята Я все-таки не за себя переживал Я хоть и знал О том, что У Абвера очень есть Богатые Поклонники Это было видно И вот там По его группе ВКонтакте И так далее Я все-таки Ну думал, что Ну не пойдет человек Там на донат В полмиллиона рублей Это Как бы совсем Странно было бы Но То, что вот Удалось Вторым каналом Парням Которые действительно Старались Я думаю Если ты заходил На Экстрим И ты понимаешь Какую работу Какую работу Парни проделали Ребята У которых было Там по 20 По 30 человек Смогли удержать Конечно Там были люди Просто с открытыми вкладками Но я думаю Что ты видел Насколько живой Там чат был И что живых Там зрителей Было там От 500 Может быть И это действительно Они умудрились Удержать Аудиторию Заставили себя Полюбить их И я думаю Что Ну я не знаю Насколько заслуженно Потому что Я прекрасно Отдаю себе Отчет Что Мы пришли В чужое комьюнити И Абвер Намного более Заслуженный Стример В рамках Гудгейма Поэтому Особенно Если учесть Что Допустим Я не знаю Как теперь Будут работать Эти каналы И так далее Но я считаю Что Абверу Я не знаю Как с ним связаться Я не думаю Что ему стоит Реально Расстраиваться Потому что Он не расстроился Совсем Мы только что С ним пообщались Мне просто в чате Разные вещи писали Но хорошо Да ему тоже В чате Много сейчас Чего пишут Интересного Да Комьюнити Столкнулись Жарко было местами Я всегда Я всегда Пытался Как можно Мягче Все сделать И я просто Хочу сказать Что главный Наверное приз Это то что Абвер Попал в тройку И соответственно У него У тебя будет Беспроцентная партнерка Я думаю Что это один Из главных Да согласен Слушай Сразу о беспроцентной Партнерке Может быть Если ты не будешь Стримить Мы ее передадим Четвертому месту Ну сразу Можно я Передам ее Стримеру Которому я бы хотел Передать Нет Только по рейтингу Там кажется Вторая группа От тебя Поэтому Чего ты Переживаешь По правилам Не Ну Бравнюк тоже Будет стримить Получается Я поме отдаю А я хотел Там поме что ли Да Я фомбе хотел Отдать Углевый стрим Надо четвертого места Ладно Давай Короче Обсудим этот момент И я тебе еще Объясню Что там будет С рестримом В дальнейшем Ясно Просто это не эфирный Разговор Я Я хочу Типа провести Диалог Просто я сейчас Ну Я могу В эфире Сказать Я пытался От тебя И от твоих зрителей Получить фидбэк По сайту Цены Почему-то В прошлый раз Ты его с радостью давал А вот Учитывая то Что мы на новую версию Перешли И много Все на сайте Поменялось Очень Хотелось бы Узнать У твоей Аудитории Новый Что им понравилось Что не понравилось И как-то Ну Чтобы у нас был фидбэк Чтобы мы могли Поменяться К лучшему Ну Я могу сказать То что В плане Функционала Я уже говорил Что не хватает Там буквально Пару вот Очень важных вещей Это Последние донаты Посмотреть сообщения Я не мог Поменять информацию О себе в профиле Я не знаю Может быть Это просто Ну Уже пофикшено Но Была такая ситуация Какие еще Такие прям Явно бросишься В глаза Недостатки Это Проблема С удалением сообщений Дело в том Что я схватил Например Сегодня Охуенный Извиняюсь Очень жесткий спойлер Файнал фэнтези 15 Потому что Удаление сообщения Просто перечеркивает Сообщение Ты просто его видишь Оно должно исчезать полностью Именно из-за спойлеров И Ну Естественно Падение сайта В вечернее время Бывали То есть Да Додос у нас был Вчера или позавчера И сегодня Високая нагрузка Понятно С этим есть проблемы Какие-то Вот В целом Какой-то еще Что-то такого Еще я вспомнить не могу Плеер по-прежнему Выдает лучше картинку Чем на Твиче Что по-прежнему Плюс Некоторые вещи Стали Ну более понятно Доступные Потом Наверное Мне просто на эмоциях Сейчас трудно Какой-то Я никуда не пропаду Поэтому я с тобой могу Поговорить в любой день Турниры Турниры Вот Что охуительно В смысле Что очень сильно понравилось Это турниры В плане того Насколько это удобный функционал То есть Ты буквально Создаешь И тут же проводишь В этот же день Через день Очень жалко Что этот функционал Так мало используется И в основном Для Ну каких-то Турниров Которые уже Так знаешь Типа местечковые Такие ребята Сюда бы люди могли Просто приходить Играть Ну грубо говоря На деньги Но ведь Процент сайт забирает Мне кажется Это можно развить Во что-то интересное Например Я вот Когда мы там Прикольнулись Турнир по овервотчу Ведь такие вещи Можно устраивать И мне кажется Стримерам надо намекать На то Что если у вас есть Какая-то игра Которая близка Киберспортивная Или которую можно Как бы стримить И проводить Как турнир То этот функционал Безусловно Надо использовать И у него нельзя Забрасывать И я Не знаю Как бы Вот от комьюнити Какой может быть Фидбэк Если есть возможность Чтобы не было Какого-то спама На форуме Можно создать Такую тему И просто Спросить у новоприбывших Что понравилось Что не понравилось По какой причине Там Не будете больше смотреть По какой будете Можно еще Какую-то систему Рейтингов Стримов Чтобы не только Потому что Зачастую Ну действительно Интересные стримы Вот на бутгейме Вот это наверное Самый такой странный В плане Расположения стримов Ресурс Потому что здесь Можно найти реально Людей Которые стримят На 30 человек Но стримят очень круто И у них нет стримов На твиче нигде Но в топ Они не попадают Да-да-да Есть такая проблема Она даже сильнее Чем на твиче Как ни странно Развита Ну ладно Я думаю Что Детали Окей Ну вот по поводу Новых стримеров Я уже говорил Неоднократно Что будет Параллельная Акция Как раз для тех людей Которые не в топе Потому что Стрим-марафон Он актуален Только для тех Кто реально может Ворваться В Ну для популярных Я слышал Что там будет жюри Если Да-да-да Если Слышно будет Я с удовольствием Выступлю Либо экспертом Либо в самом жюри Потому что Собственно Мне кроме как Смотреть стримы Там в ближайшие Два месяца Нечем будет заняться Если этот конкурс Пройдет В ближайшее время Это будет здорово В этот раз Я Ну типа Надеюсь Что они будут Такой какой-то Прямо шмашны И победят Достойнейшие Ребята За которые будут Какое-то Голосование Вести И зрители И все такое А этот конкурс Я должен сказать Спасибо Была движуха Она была интересная Я Совершенно случайно Там через Uber Marginal Потом через Juice Наткнулся И получилась Реально крутая Реально крутая Решуха Ну Uber Marginal Привет Естественно Передавай Спасибо За От сердца К солнцу Передам Знаешь Такой пламенный Привет Я все-таки Позвоню Адольфу Ты как бы Не забанишь Мне канал Это если Там Ну короче Общайтесь на здоровье Я постараюсь Нажать на красную кнопку Вовремя Знаешь Как Обама Я с удовольствием Послушаю Сейчас уже Закончу стрим И послушаю Спасибо тебе еще раз Да Взаимно И зрителям Тоже большой привет Сейчас тему на форуме Создам Пока Пока Все Вроде плюсов больше Чем минусов Да Благодарю вас За внимание Приходите На goodgame На goodgame Хорошо Хорошо